Добрый день, дорогие подписчики! С вами снова, как обычно, Михаил Игоренков. Рад приветствовать вас на сплите. Собственно, выпуск стандартный, как бы уже, можно сказать, третий. Называл я эту рубрику «Доброе утро на сплите» и я, в общем-то, объясню на пальцах. Во-первых, время от времени всплывают какие-то мелкие вопросы, моменты и прочие, которые требуют освещения, но они не подходят для отдельного полноценного какого-то выпуска подкаста. Например, выкатили какие-нибудь коэффициенты на второсортный какой-нибудь турнир. Опять-таки, выделять время и отдельный ролик для этого не хочется, а как-то более-менее что-то упомянуть, какие-то изменения или так далее нужно, поэтому они тоже будут в этой рубрике. Ну и плюс какие-то, опять-таки, ответы на вопросы и так далее, и так далее, и так далее. Плюс я для большей пущей информативности к таким выпускам добавляю ставку дня. Но это ставка, как правило, на киберспорт и по поводу вчера тоже есть что сказать. Так что давайте начнем по порядку. Все как обычно, все как всегда. То есть, прежде всего, на этой неделе нас ждет, помимо UFC, несколько турниров. Вот, причем уже выкатили линию и на Alpha, и на Invicta, и на Bellator. По поводу Invicta я уже высказывался несколько раз в вот этих коротких выпусках и роликах. И уже, по сути, из шести противостояний, четыре в плане ставок, мною были рассмотрены. То есть, во-первых, давайте обратимся к париматчу тому же самому. Они, в общем-то, открыли здесь тоталы, открыли здесь роспись. То есть, реально можно, грубо говоря, будет подумать ближе к турниру. Там уже после вешалки какие-то варианты рассмотреть дополнительные. Кому интересно, кому вообще, в принципе, интересно эта БК. Но, по факту, если мы берем более или менее уверенные ординары, то я их уже, в общем-то, на четыре пары на эти расписал. То есть, это победа, соответственно, за Питела и Родригес. Причем давал я их по линии БК Пинакл. Родригес на тот момент шла, по-моему, там за 1,8. За Питела шла что-то типа там за 1,74. Да. То есть, сейчас они, конечно, подупали, подравнялись примерно, да, там, по то, что да и других БК. Но, в общем-то, я их шансы на победу уже оценил. Высказал свое мнение, что действительно шансы у них хорошие. Помимо этого, я по поводу, ну, на поединок Миллера и Фавеллы дал, соответственно, на ТМки. Вот. Причем на ТМ полтора, там, сейчас на данный момент дают нога 3,2,35. Я там, по-моему, что-то давал типа за 2,5, по-моему, да. И здесь 2,25. Но там что-то тоже типа в том духе было, короче. Вы можете посмотреть в тех постах, которые я публиковал. На них тоже уже выкатили роспись. Откуда такая щедрость невиданная, я не знаю. Но я реально постараюсь уже после вешалки действительно что-то интересное придумать. Возможно, что-то дополнительное по победам, по тоталам, по доп-вариантам. Но пока, опять-таки, на Стоц и Миллер это ТМки. ТМ полтора, причем за коэффициенты выше двушки. На Родригес и за Петеллу просто их победы. Ну, а в поединках Клайн и Поне, то есть, ну, вот отдельно вот эти пары, здесь пока есть только по 1, по 2, но мне довешилки эти ставки неинтересны. Так что имейте в виду. При этом я хотел бы отметить еще следующий вариант. Немножко удивил меня Беллатор. Ой, Беллатор, марафон. Вот, тем, что они реально выкатили уже тоже ставки СС на линию и на Беллатор и на Инвикту. И причем они тоже какие-то тоталы, соответственно, дали. То есть, есть просто определенная категория лиц, которые, например, ставят только в какой-то одной БК. Вот. И в данном случае, как бы, ну, вот, в принципе, если вы ставите только на марафоне, и никогда до этого не видели тоталы, например, на какой-нибудь второсортной ММА, вот они в каком-то хотя бы резаном виде есть. И на Карину, Родригеса, Таркуата, Даяну, как бы, я не рекомендую залазить здесь. Но, вот, например, ТМ-ку на Джулиану и Клэр, в принципе, можно рассмотреть. Смотрите сами. По Инвикте, в принципе, пока все. Опять-таки, хочется, например, там, вроде бы рассмотреть ТБшки и в поединке, например, за Питело Делбони. Там что-то не полный бой, но с учетом того, что 5-раундовая дистанция, обе они, по-моему, ни разу не проходили, и это реально опасно. Там все, что угодно может случиться в чемпионских раундах. Я уж не говорю про банальные, там, да, какие-то лаки-панчи, родом-де-гильотины, сечки там и все остальное. Поэтому в плане тоталов я, скорее всего, главные поединки скипну, несмотря на то, что дают такую щедрую роспись. Ну, а забирать, например, ТМ 2.5 в поединках с Тоттс, Фавелла и Миллер-Гатри за коэффициентами меньше двушки я не вижу смысла. Типа, кто-то может подумать, ну, так, более сейвовый и все такое. Ну, здесь такие противостояния на уровне, что если за 2 раунда не уж считаются, то вообще, скорее всего, до решения дойдут. Поэтому обрезать себе условную валуйность, как бы, не особо сильно я рекомендую. Вот, по поводу сабмишн на деграунд. Я уже говорил заранее, что имеет смысл рассмотреть ставку на Джейка Элленбергера, но это пока все на таком втором плане. Если неделя по второсорту выдаться очень удачно, то можно будет туда, в принципе, копейкой залететь, а так пока я не спешу этого делать. Ну, и, в общем-то, вкратце хотел бы тогда пробежаться по турнирам Элфа и Беллатор. Ну, с Элфа, как бы, оттуда залазить особо сильно пока вообще не хочется довешалки. Там постоянно какие-то смены, залеты, заплеты, плюс тоталов нет. Как бы, поэтому особо сильно с каким-то интересом туда и рвением залетать смысла я не вижу. А с Беллатором все, как бы, немножечко поинтереснее. Во-первых, Беллатор типа топ-2 лига мира, там и все такое. Плюс здесь какие-никакие есть интересные противостояния с топовыми бойцами и бойцушками. То есть, есть над чем подумать. Тот же самый Остин Вандерфорд, муж Пейдж Ванзан против Абиана Эдвардса. Там, не знаю, ну, мейн-эвент, там, Джустина Смит даже говорить не буду. Колдвилл Хига, то есть интересное противостояние. Там можно что-то надыбать, накопать. Но, опять-таки, я не собираюсь здесь лететь вперед, до вешалки. Потому что, опять-таки, прежде всего я ориентируюсь в Беллаторе на ту же самую БК Пинакл. Которая на белик дает и победы, и тоталы, да. Плюс здесь реально хочется все-таки посмотреть взвешивание. Дабы оценить форму бойцов. Плюс кто там слетел, не слетел. Вот. Ну и опять-таки, можно ожидать в наших БК роспись. То есть, более какую-то широкую. То есть, реально выгодные варианты какие-то. Ну и объясню просто на пальцах. Например, из женского поединка, где, как бы, ставка, как мне кажется, ТМ 2.5, условно, за 1.8 абсолютно бессмысленная. И ТМ 1.5 выглядит более привлекательно. Даже с чем то, что риск выше. Потому что, ну, действительно, в этой именно дистанции они должны ушатываться. То же самое, как бы, да, и в других многих противостояниях. Особенно, там, да, всяких второсортных и так далее. Проще дождаться росписи. И там выбрать, пусть, более рискованные варианты, но по большему коэффициенту. Вот. Примерно как-то так. Ну, а на вскидку, что можно сказать? Здесь турнир такой, типа, а-ля фаворитов. То есть, понятнее, Жустина победит Смит. Колдвилл победит Хига. Причем, возможно, даже досрочно это сделает. Но здесь на Fight Doesn't Go To Decision наверняка дают просто что-то неинтересное. Так, Fight 1, Start 3, 2.9. Это вообще скольки раундовый бой-то будет? Господи, вот в чем вопрос. Это будет трехраундовый поединок. Ну, в принципе, на неполный бой должны давать достаточно неплохо. Можно будет рассмотреть. Можно будет рассмотреть такой вариант. Ну, это так, просто пока на вскидку на пальцах. Шабли, наконец-таки, подерется в Беллатуре против Элфи Дэвиса. Кто-то уже, там, я видел, собирается грузить против Шабли. Не сказал бы, что это супер-мега уверенный, скажем так, вариант. Но, опять-таки, с учетом его простоя, там, долго, по-моему, он очень уже не бьется. Последний раз в конце 2019 года где-то на ProFC подрался непонятно с кем. А Элфи Дэвис, ну, такой, типа, крепкий парень. Крепкий парень, который на европейских турнирах Беллатура выступал, дрался и так далее. Ну, в общем, я особо в Беллатуру углубляться не буду, потому что в любом случае после процедуры официального взвешивания я конкретно этому турниру посвящу отдельный подкаст, где конкретно выберу все основные варианты. Пока что здесь я хотел бы отметить, что, ну, по факту, все фавориты типа а-ля по делу. Что-то интересного там вряд ли можно будет увидеть, но можно будет рассмотреть тоталы. В тоталах что-то наверняка привлекательное, выгодное можно будет накопать. Примерно как-то так. Ну, в общем-то, хотелось бы немного пройтись по комментариям под прошлым выпуском. Там было их достаточно много. Вот, опять-таки, касаемо Хабиба, прилетели ребята защищать его честь на тему того, что он лучший боец мира и так далее. Кто-то тут меня пообвинял в предвзятости, что вот Дискайт там, вот, типа, ты говоришь, что сплит справедливый там, и всех здесь одинаково, в общем-то, поносят, если поносят, да. Но, как бы, я, Хабиб мне, скажем так, сто лет в обед не нужен, особенно тогда, когда он карьеру завершил. Мне его вспоминать, ну, смысла нет. Просто в связи с последними событиями, реально, как бы, да, вновь поднялись вопросы, касаемые его, там, да, кто кого обидел, кто кого не обидел, кто проект, кто не проект. И лишь поэтому я, как бы, его упомянул. Мне вообще в целом, да, срать-то дело, если быть честным. Но, так как он, типа, там, первый, там, чемпион UFC, именно в новейшей истории UFC, да, из России, и, как бы, достаточно многие действительно там на него равняются и так далее, ну, какие-то свои мысли по этому поводу я высказал. Ну, вот, примерно как-то так. Ну, и, в общем-то, что хотел бы скидать? Ну, давайте просто, ну, ладно, Беллатур не буду захватывать, здесь, как бы, смысла, опять-таки, нет. На него все равно будет отдельный выпуск. По всем остальным моментам я прошелся, по инвекте дополнение внес. Ну, что касается ЛФА, единственное, что можно на скидку какие-то варианты прикинуть, к чему присмотреться. Так, ЛФА 108. Так, в Мейн-Ивенте у нас Фримт Грегори Родригес. Ну, вот, в последнем противостоянии Грегори Родригеса, и там, соответственно, забирал я ТМ-ку, которая залетела. Здесь, получается, Джош Фримт. Ну, в принципе, если более-менее достойный коэффициент будет, можно будет заиграть ТМ-ку, но я сомневаюсь, что там дадут хороший, соответственно, да, КФ-чик. Так, здесь, получается, женские противостояния неинтересные. Так, Тилерей против Места Анаконды. Здесь, получается, скорее всего, будет возможная какая-нибудь досрочка. В партере. Ладно, это все пока тоже лишнее. Да, здесь можно вообще, в принципе, не заморачиваться, надо ждать КФ, и от них уже отталкиваться. Ну, и что касается, например, вчерашнего киберспорта. Я напомню, что, как бы, такой формат, как ставка дня, появился буквально там на днях. В первом выпуске я, получается, давал, по-моему, ТБшку на китайскую Доту. Ну, ставка не залетела. И вот вчера я в подкасте отметил, так сказать, две ставки конкретно поединке Тим Спирит против Брейм. А то, что победит в каждой карте, ну, первые две карты Спирит. И при этом тотал будет выше 45,5. Коэффициент 2,75. Обе ставки заиграли. То есть, я, как бы, стараюсь, когда у меня есть время смотреть, параллельно, как бы, выкладывая результаты. Здесь же в комментариях под записью именно расчет ставок. То есть, обе ставки залетели с КФом 2,75. Опять-таки, суммы небольшие, потому что матчи эти далеко не самые, скажем так, значимые, важные. И рисковать на них смысла большого я не вижу. Ну, и второй матч, получается, также в Пинэкл Лиге был Викинг Гижджи против Хелбер Смешерс. Там, в общем-то, ставка была, опять-таки, что, допустим, ну, Викинг Гижджи победит на карте. И при этом тотал будет больше 48,5. На обеи карты КФ были, ну, трешка. И, соответственно, также обе ставки залетели. То есть, на первой карте счет вообще получил 41,25, на второй 36, на 34. Вот, соответственно, скрины рассчитанных ставок. Причем, я, как бы, публикую эти скрины именно потому, что конкретно здесь ставки были сделаны в БКБ365. И здесь есть такой нюанс, что когда ты сделал ставку до начала события, по сути, да, и пока еще, и до и пока коэффициенты не поменялись, например, ты можешь просто выкупить ее с нулевыми потерями. То есть, кэш-аут 500. Условно я могу, знаете, то есть, не знаю, завести там, не знаю, 100 миллионов, поставить там на воська какого-нибудь. Типа, вот, посмотрите, у меня охуенная ставка. И после того, как сделать скрин, тут же ее выкупить. То есть, ну, как бы, не рискуя, по сути. Поэтому, чтобы было максимально прозрачно, я делаю так. Ну, и под конец, после четырех таких плюсов, я рискнул, скажем так, решил подровнять счет и 750 зарядить на OG. Прекрасно понимаю, что это абсолютно залетная ставка. Ну, как бы, чисто фанатская. Я об этом сказал. Здесь же, в пояснении к ставке, в голосовом сообщении в Телеграме, я так обычно делаю, под каждую какую-то ставку, метку, я даю какой-то комментарий. Почему именно так? И что эта ставка была чисто уже от наигранного плюса. И OG залили катку, проиграли 0-2. Что было, в принципе, достаточно ожидаемо. Но, в общем-то, я поболел за своих пацанов. Вот. И в том числе ставкой, которая не зашла. Ну, вот, в общем-то, как-то так. На этой неделе я постараюсь в отдельном выпуске, еще раз подчеркну, рассмотреть турнир Беллатор. Вот. В отдельном подкасте после процедуры официального взвешивания именно постараюсь выделить максимально интересные варианты. В комментариях, там, в чате, везде вы можете указать интересующие вас вопросы по этому карту, чтобы я отдельный акцент сделал в них в подкасте с разбором этого турнира. В следующих выпусках, соответственно, в Добрый утон на сплите я уделю внимание ЛФА. Вряд ли буду отдельный выпуск на него записывать. Но, когда появится Тотал, наверняка что-то интересное можно будет найти. На Инвикту после процедуры официального взвешивания, наверное, я сделаю такой заключительный подкаст, где пройдусь по всем вариантам. По каждому поединку, что забрал. Возможно, что-то рассмотрю из росписи и так далее. Но пока план действий понятен. Четыре ставки уже сделаны. На два боя Тотал, на два боя Победы. На остальные ждем коэффициенты. Ну и, в общем-то, осталось в заключении дня дать так называемую ставку дня, да? Так, 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 ставка дня, ставка дня. Что у нас там получается? Какие матчи на сегодня интересные есть? Ну вот на Team Spirit Extreme, скорее всего, я дам что-нибудь в платку. Вот, на высшем верхнем дивизионе, получается, СНГ. Ну вот, а так у нас, получается, есть интересные матчи Юник против Пакчемпов. Прости, если против Нолт Эчисов. Интересные, конечно, варианты. Сейчас найдем 5 секунд. Сейчас найдем 5 секунд. Что она предлагает Б365? Пинанкл Кап, Хэлл Рейзер Слэвэл Лап, Тиминник Пакчемп. Тиминник Пакчемп. Ну, здесь, пожалуй, я, наверное, рассмотрел бы, какой вариант. Конкретно вот на этом турнире, на Пинанкл Капе. 12 часов до начала события. Хм, аутсайдеры такие, да? Сейчас я вспомню просто на скидку, что у них там было и с кем они бились вообще, и как они бились и выступали. Ага, ага. В принципе, понятно. Конкретно в этом противостоянии Пакчемпов и Юников я, скорее всего, выберу вариант на Победу Юников плюс Тотал 46.5 больше. Нравятся мне сейчас такие варианты. На первой карте получается за 3.1 и на второй карте за 3.1. Также, получается, двумя ставками заберу, примерно по пятихатке раскидаюсь. Вот, собственно, это, можно сказать, ставка дня на сегодня. Тим Юник против Пакчемпов. Победа Тим Юник на каждой карте, на первой и на второй карте. И при этом, что Тотал будет пробит больше 46.5. Коэффициент 3.1. На этом все. Я с вами прощаюсь. Сегодня выпуск такой получился немного скомканный. Ну, потому что, опять-таки, по Беллатуру особо сильно подробно проходиться не хотелось. По основным моментам я, соответственно, прошелся. Всем желаю хорошего дня. Пока-пока.